теперь поговорим с вами о том что касается менструального цикла женщин эту главу лучше всего понимают женщины и женщины в этом вопросе делятся на три группы первая группа муатада я а не лао ада мао мао манкул шахар хижри тахид мазалан сабайт а я те женщины которых идет в регулярный цикл у них в определенные дни начинается менструальный цикл в определенные дни заканчиваются они знают об этом файмар а таскал аналхайд нас альха джа от марта санна аналхайд фанас альха то есть если приходит какая-то женщина и спрашивает у нас на менструальном цикле тогда мы будем возвращаться к той женщины которые в обычаях как у нее происходит естественном порядке то есть мы спросим у нее у тебя есть своя какая-то определенная цикличность в этом то есть мы спросим эту женщину которая спрашивает в месяцах то есть если мы говорим и тебе известен твой цикл то есть у нее определенные дни то есть ты остаешь мы говорим что она должна оставаться на своей основе то есть если у нее идет какое-то определенное количество дней она дожидается этого а все что после этого это уже называется истихада то есть просто простые кровотечения не является вторая группа женщин то есть если мы у нее спросим у тебя есть определенный цикл который у тебя по истанностям происходит она говорит нет мы у нее спросим ты можешь отличить между теми менструальным кровотечением и тем обычным кровотечением которое не является менструацией то есть если она скажет да я могу отличить тогда мы скажем что эта женщина у нее есть различие она умеет различать между кровью менструальных циклов и простым кровотечением то есть если она видит что идет кровь месячных то мы говорим что у нее начались месячные после того как она видит что закончились у нее начались болезненные кровотечения не относящиеся к менструации то мы говорим что у этой женщины в этот момент закончился менструальный цикл в менструальной крови есть свое описание первое это она черная кровь то есть цвет у нее черный также у нее неприятный запах то есть например если человек когда порежется у нее первая кровь выходит жидкая течет и со временем она загущается и застывает кровь а кровь менструального цикла она наоборот и третья группа женщин у нее нет определенного цикла менструации и она не может различить кровь менструального цикла и болезненных кровотечений то есть она не может различить то есть она не умеет различить между двух кровей что ей делать что ей делать в ней идет у них менструальный цикл и считает свой также цикл как и у них что запрещается во время малоскорения запрещается для женщины которая идет менструальный цикл ей запрещают то же самое что и запрещается для тех кто находился в малом оскоренении она не молится не совершает талаф и не прикасается к банку что касается того как он находится в большом оскорении он не совершает эти три вещи не молится не совершает талаф не прикасается к Курану и не читает Куран и не посещает, не находится в мечети не заходит в мечеть а если он хочет зайти в мечеть то если нет гусла он как минимум должен совершить вуду и после этого только зайти в мечеть а что касается женщина, которая идет в менструальный цикл добавляется к этому не молится не совершает тавав не прикасается к мусхову не заходит в мечеть однако она может читать Куран как об этом сказал и с ней не совершается половой акт и ей не дается развод Аллах знает лучше ну а ну а